Как там поживает великая и нетленная российско-китайская дружба? Зрителям российского телевидения постоянно рассказывают о том, что вот у нас теперь есть такой новый, великий и могучий партнерка Китай, с которым мы теперь братья навек. И вместе вот составим такой серьезный глобальный противовес ненавистному Западу. Китай спасет нас экономически, все что нужно нам поставит, инвестирует. И вот мы будем распрекрасно жить на всю эту китайскую помощь. Это Владимир Милов и мы здесь вот для зрителей нашего канала делаем такие периодические полюбившиеся многим из вас апдейты по поводу того, что на самом деле происходит в экономических отношениях России и Китая в реальных цифрах. Причем еще раз, внимание, это все цифры вполне из официальной российской статистики, российских СМИ, которые в общем говорят о том, что картинка в отношениях России и Китая далеко не такая радужная, как вам об этом говорит российское телевидение. Ну и вот я хотел начать с цитаты из Владимира Путина, который даже вот в недавнем своем нашумевшем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону вот говорил об этом, он как бы понимает в чем проблема и пытается отмазаться. Вот он говорил о том, как вырос товарооборот России и Китая и специально зачем-то начал подчеркивать, что торговля между Россией и Китаем носит исключительно сбалансированный характер в обоюдных интересах. У нас 200 миллиардов долларов. Мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпинем, что в прошлом году мы, в этом году даже должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным это уже 230 миллиардов. По китайской статистике 240 миллиардов долларов, если в долларах все считать, у нас товарооборот с Китаем. И очень важная вещь. Он у нас сбалансированный этот торговой оборот. И он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный. Ну, я думаю, многие из вас уже догадались, что Владимир Путин просто врет. Как он это часто делает. Потому что вот просто есть официальные данные. Например, можете найти была большая публикация в издании РБК недавно, которая анализировала вот структуру торговых отношений между Россией и Китаем. И там, как вы догадались, я думаю, нет абсолютно ничего сбалансированного. То есть, ну, подавляющая часть российского экспорта в Китай – это примитивное сырье, которое еще и поставляется с огромными скидками. Мы с вами об этом поговорим. Ну, а из Китая Россия получает готовую продукцию, причем по очень высоким ценам. Мы с вами здесь не раз говорили о вот этих невыгодных ценовых условиях сотрудничества с Китаем. Продаем им сырье со скидкой, а покупаем готовую продукцию втридорогая. Вот здесь у нас много раз выходили видео на нашем канале на эту тему. И просто решили собрать для вас некие общие цифры, чтобы сформировать такую объемную картинку. Ну, вот для начала. Понятное дело, что с разрывом отношений с Западом Китай стал главным торговым партнером для России. И вот просто общие цифры, к чему это привело. Это вот данные по итогам российской внешней торговли за 2023 год в целом. Мы видим, что российский экспорт упал почти на 30% в стоимостном выражении. При этом импорт подорожал на 13%. То есть, как только мы перестроились с торговли, преимущественно с Европой, на торговлю с Китаем, импорт стал дороже. А за экспортные товары мы стали денег получать меньше. Импорт из Китая дорожает настолько стремительно, что наша торговая сальда с этой страной очень быстро стремится к нулю. То есть, по идее, вот мы всегда вообще, когда торговали с Китаем, были в огромном плюсе. Потому что покупали из Китая мало. У нас были в основном другие торговые партнеры. И у России был вот этот огромный избыток сальда. Мы торговали с Китайской Народной Республикой. Но сейчас это стремительно сокращается. И вот видно, например, что импорт из Китая в прошлом, в 2023 году, подорожал почти наполовину. То есть, более чем на 45%. И таким образом, вот мы видим, что по итогам года сальда между нашим экспортом и покупкой товаров из Китая, оно очень маленькое. То есть, это всего несколько процентов от общего товарооборота. Скоро китайский импорт, если пойдет такое дело, обгонит по стоимости российский сырьевой экспорт в Китай. Вот вам данные за первые два месяца этого года, за январь-февраль 2024. И вы видите, что разрыв-то всего какие-то 3 миллиарда долларов за два месяца. То есть, да, пока что китайский импорт еще чуть меньше по объемам, чем наши экспортные поставки. Но вот этот разрыв стремительно сокращается, Китай нас догоняет, и мы скоро перейдем к нулевому и, возможно, даже отрицательному торговому сальдо с Китаем. Ну вот, как все это выглядит по отдельным позициям. Возьмем, например, автомобили. С момента, когда началось полномасштабное вторжение Путина в Украину и произошел разрыв экономических связей с Западом, к нам перестали поступать западные машины, и более 90% в импорте автомобилей в Россию занял Китай. Это привело к резкому росту цен на автомобили. Вот по данным Росстата официальным за два года средняя цена импортного автомобиля увеличилась практически вдвое. Ну и это видно вот по многим комментариям во соцсетях. При этом логистика настолько неудобная, дорого эти машины ввести, что, в общем, из Китая невыгодно поставлять в Россию относительно дешевые бюджетные иномарки. Поэтому в основном те автомобили, которые возятся, понятное дело, они стоят дорого. И, собственно говоря, ну уже не новость, что в самом Китае эти китайские машины стоят примерно в два раза дешевле, чем когда они уже пригнаны в Россию. Кстати, вообще, в целом перестройка на Китай привела к очень резкому удорожанию услуг логистики. И вот по данным Росстата, опять же, за минувшие два года логистические услуги подорожали примерно на 50%. Это связано с тем, что более 80% населения России и совокупного валового регионального продукта все-таки производится в европейской части страны. Поэтому у нас была традиционная экономическая гравитация прежде всего с Европой, потому что возить в Китай очень-очень далеко. Логистика дорого. Маржи и прибыльности в этом всем мало. Но, может быть, мы достигли каких-то очень серьезных успехов с точки зрения продажи Китаю сырья. Вот давайте немножко на это взглянем более подробно. Здесь картина традиционно удручающая. Нам «Газпром» все время сообщает о каких-то очередных достигнутых рекордах по поставкам природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Но вопрос цены. Кстати, вот никогда они в своих «Газпромовских» и «Кремлевских» пресс-релизах не раскрывают цену поставок газа в Китай. И это не случайно. Потому что без слез на все это дело смотреть невозможно. Эта цена за все прошедшие уже почти 5 лет поставок газа по силе Сибири даже не достигла ни разу 300 долларов за 1000 кубометров. Она была ниже в прошлом году и примерно вдвое ниже, чем природный газ стоил на рынке Европы. Такая же ситуация наблюдается и с поставками сжиженного газа в Китай морем. Там очень серьезно увеличились объемы продаж в прошлом году, но при этом стоимость поставок сократилась на 40%. То есть наторговали больше, но получили денег меньше. Похожая история, например, и по нефти. Вот, скажем, институт Гайдара ведет мониторинг скидок на российскую нефть, которая поставляется в Китай. И вот вы можете увидеть на графике, собственно, вот черненькая линия сверху. Это цена нефти, которую Китай платит другим поставщикам, не России, странам Ближнего Востока и остальным, кто поставляет нефть в Китай. А вот красненькая линия на графике внизу, это сколько платит российским нефтяным экспортерам. И таким образом видно, что эта скидка, вот она образовалась именно в момент начала полномасштабного вторжения в Украину 2 года назад. То есть Китай активно пользуется вот этим положением России. Он знает, что Россия не может эту нефть продать в страны Запада и требует дополнительную скидку, чтобы эти объемы купить. Вот аналитики института Гайдара оценили это еще даже на вторую половину прошлого года. Сейчас эта цифра, скорее всего, гораздо выше. Они оценили, что всего меньше, чем за два года полномасштабной войны Китай получил от России скидок на нефть в объеме 9 миллиардов долларов. То есть это разница с ценой, которую китайцы спокойненько себе платят другим поставщикам. А от России требуют постоянных дискотов. Ну и чтобы вы понимали еще масштаб ситуации, нам постоянно рассказывают вот про эти поставки газа, например, как что-то такое огромное, великое, что там. Вот мне реально люди пишут, зрители говорят, но это же идет все в бюджет страны, это же все равно огромные деньги. Ну, первое, ничего в бюджет страны не идет, потому что Газпром по силе Сибири получил полные налоговые льготы. Там вообще из поставок газа в Китай не платится никаких налогов, так что бюджет отсюда не получает ничего. И та цена, о которой мы говорили, она, скорее всего, убыточная, потому что вот когда 10 лет назад был подписан этот газовый контракт с Китаем, то цену без убыточности называли вот в диапазоне 350-380 долларов за тысячу кубометров. Такой цены газа Россия с Китаем не добивалась никогда. Еще раз, они ее не публикуют, мы все это дело знаем только по данным китайской таможни, которая спокойно сообщает все эти цены и объемы, вот можете сами посчитать. Ну, вот таким образом видно, что цена газа для Китая никогда не достигала даже 300 долларов, не то, что 350-380. И, например, вот можно сравнить, сколько мы отдаем обратно Китаю денег за тот же импорт автомобилей. Газа мы в прошлом году продали почти на 6,5 миллиардов долларов, а купили автомобили у Китая почти на 12 миллиардов. В два раза больше. То есть все деньги, которые мы получаем от Китая за поставки газа по силе Сибири, это вдвое меньше того, что мы обратно платим Китаю за импортируемое авто. При этом понимаете, что все рабочие места, поставщики, комплектующие, все производятся в Китае. То есть мы вот таким образом очень щедро оплачиваем китайскую промышленность, китайские рабочие руки и так далее. И ничего от этого не получаем. Просто вдумайтесь в эту цифру, что импорт автомобилей из Китая обходится нам в два раза дороже, чем все деньги, которые Газпром получает от Китая за поставки природного газа по газопроводу силы Сибири. Ну, то есть, я думаю, видно на этих цифрах, что вот от этой так называемой сбалансированности, о которой Путин говорил в интервью Такеру Карлсону, не остается ни следа. И, в общем, вся эта сбалансированность оказывается ничем не лучше, чем путинская трактовка, например, истории российско-украинских отношений. Но там есть дальше еще много всего интересного. Скажем, вот китайские инвесторы так и не идут в Россию и не создают здесь новое производство. Например, вот после начала полномасштабной войны с Украиной прошло уже более двух лет, но к нам так и не пришел ни один новый китайский инвестор, не вложил ничего в какое-то развитие производства в России, не купил ни одну долю в какой-то российской компании. То есть западные инвесторы уходят. Вот мы видим новости, аналитики подсчитали, что число юридических лиц с участием иностранных инвесторов с начала полномасштабной войны с Украиной сократилось на треть. Но китайские инвесторы не спешат вкладываться в Россию. И вот мы здесь не раз цитировали интервью коммерсанту министра по делам Дальнего Востока Чекункова, который сказал о том, что вот количество крупных проектов с участием китайских инвесторов можно пересчитать на пальцах одной руки. С тех пор, как Чекунков дал это интервью, ничего не изменилось. Китайские инвесторы не приходят. И вы могли, например, увидеть новость в марте этого года, как в Тульской области открылся завод по производству двигателей для китайских автомобилей Havail, которые будут собирать в России. И вот мне это подавали как пример того, что, видите, китайские инвестиции все-таки сюда приходят. Но здесь есть несколько важных но. Во-первых, это только один случай. Во-вторых, соглашение о создании этого завода было подписано в 19-20 годах, еще задолго до путинского полномасштабного вторжения в Украину. То есть это не новый проект. Это не то, что китайские инвестиции пришли сейчас. И очень важно, что этот завод получает огромное количество комплектующих из Китая. И несмотря на то, что там есть какая-то степень локализации, вот двигатели, например, будут производить, тем не менее, все равно, это не отверточная, скорее узловая, но тем не менее сборка того, что в основном будет производиться в Китае с очень небольшой степенью локализации. Поэтому сказать, что это какие-то огромные масштабные инвестиции в Россию невозможно. И то это один проект, который фактически начал реализовываться еще задолго до полномасштабной войны. Больше нет ничего. Никакие китайские инвесторы не пришли заменить ушедшие западные компании и не собираются. Таких планов нет. То есть вот вся эта идея о том, что вместо западных инвесторов освободившиеся ниши займут предприниматели из так называемого глобального юга и прежде всего Китая. Нет, не идут к нам китайские инвестиции. Центробанк скрыл статистику по накопленным прямым иностранным инвестициям в Россию по странам, вот начиная с 2022 года. Но мы не видим, все равно нет какого-то притока денег из Китая и никаких инвестиционных решений по вложению средств в Россию не принимается. С другой стороны, замена западного оборудования и технологий на китайские обходится очень-очень дорого. Например, вот в конце декабря первый вице-премьер российского правительства и фактически главный экономист Владимира Путина Андрей Белоусов дал большое интервью газете «Коммерсант», вы можете его прочитать. И вот его прямо спрашивают, а вот мы видим какие-то цифры капитальных инвестиций в России. Вот сколько из этого составляют какие-то новые производительные инвестиции, создание чего-то, каких-то производств, производственных линий и прочее. А сколько в этом занимает просто переоборудование с западных технологий на китайские? И вот Белоусов называет удручающую цифру, что 70% так называемых инвестиций сегодня в России это когда предприятия вкладывают свои деньги в то, чтобы перейти перестроиться на китайское оборудование. Более дорогое. Например, вот компания «Новотек» в прошлом году говорила о том, что она вынуждена пересмотреть в сторону повышения капитальную стоимость проекта по сжижению и экспорту газа «Арктик-СПГ-2» на 4 миллиарда долларов или почти на 20% из-за того, что они перешли с американских турбин «Бейкер-Хьюз» на вот электроприводы, которые будут делать в Китае в Харбине. То есть очевидно, что перестройка на торговлю с Китаем – это более дорогая логистика, более дорогие товары. И, внимание, отсутствие какой-то помощи в создании собственных производств. Мы уже вот очень часто цитировали здесь, и это стоит все время повторять, мэр Москвы Сергея Собянина, который вот говорит о том, что Китай фактически ведет против России торговую и экономическую войну, не хочет видеть в нас становящегося на ноги конкурентов в обрабатывающих производствах, хочет поставлять нам только лишь дорогие конечные товары втридорога и не готов делиться технологиями и компонентами, которые нужны бы были для развития собственного производства в России. Мы что сделали? Мы переключились европейских рынков на восточные. Но восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жесткие. И сегодня мы сталкиваемся и абсолютно видим с преференциями восточных стран, которые дают своим производителям. По сути, демпинг. И нам никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектронии. Никто не собирается. Более того, нам открыто говорят, «Хотите получить какие-то технологии? Покупайте в целом продукт». Мы говорим, «Да нет, нам нужно в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени». Говорят, «А мы это понимаем, поэтому и не собираемся это делать. По крайней мере, не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена, пожалуйста». То есть с нами уже и там идет серьезная война, экономическая война. И когда мы планируем свои инвестиции, государственные инвестиции, государственную поддержку, мы должны понимать, что никакой сверхэффективной истории мы там не получим. Ну и вот еще одна интересная свежая новость, иллюстрирующая то, насколько Китай и Россия вдруг, в кавычках, вдруг с неожиданно жесткими нападками на китайских автопроизводителей обрушился президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Как говорится, ничто не предвещало беды, но вот «Лада» выпустила просто обычное заявление об итогах работы в первом квартале 2024 года, который содержит очень резкий комментарий главы АвтоВАЗа, который говорит о том, что китайские бренды ведут агрессивную ценовую экспансию на российском авторынке, ну фактически теснят «Ладу» и выступают для нее серьезными конкурентами. И, внимание, самое важное, не заинтересованы в локализации производства своих автомобилей в России. Вообще говоря, на моей памяти это такое первое серьезное обвинение от крупного российского чиновника и госменеджера, который вот говорил о том, что все разговоры о том, что китайские производства будут переходить сюда, в Россию, создаваться здесь заводы, где будут рабочие места для граждан России и так далее, что все это на самом деле мыльный пузырь, и китайцы реально в этом не заинтересованы, никакой локализации производства не будет. Это вот, честно говоря, первое такое серьезное заявление, которое я слышу, ну и, на мой взгляд, оно отражает реальность. Понятное дело, что Китай хочет только выжимать из нас все соки и продавать нам свои готовые продукты подороже, и совершенно не хочет развивать российское производство, как конкуренты своим собственным интересам. Ну и еще один такой важный момент. Китай не собирается пускать российские товары на свой рынок. Ему это не нужно. И вот тот же самый первый пример правительства Белоусов в декабрьском интервью Коммерсанту признается, что российские товары не имеют доступа на рынок Китая. Да, они там говорят о том, что мы будем развивать какие-то маркетплейсы, но пока ничего не идет. В Китае сложная экономическая ситуация, там собственная экономика очень сильно замедлилась, ну и, конечно, в такой ситуации, ну не будет прагматичный Китай расчищать какое-то там свое внутреннее рыночное пространство для того, чтобы сказать, идите сюда российские товары и вытесняйте наши собственные китайские производства. Ну что, издеваетесь, что ли? Ну, конечно, ничего подобного происходить не будет. Мы сейчас о китайском замедлении еще отдельно поговорим. Ну и вот здесь в этой связи еще одна важная цифра от российского правительства Министерства промышленности и торговли озвучила вот итоги 2023 года. Несырьевой и неэнергетический экспорт России упал на 23% за год после того, как мы потеряли доступ к рынкам демократических стран. Выяснилось, что значительную часть из товаров, которые не связаны с энергией и сырьем, мы продавали вот на те самые рынки недружественных стран и Китай не стал покупать эти наши товары. Альтернативы Россия пока не нашла. Как конкурента по промышленному производству в странах Азии, прежде всего в Китае, Россию никто не ждет. Это вовсе не такое уже равное партнерство, сбалансированное, как об этом говорит Владимир Путин. То есть свой рынок мы для Китая открыли, на него хлынули в огромном количестве дорогие китайские товары, а нас на рынок Китая никто так и не собирается пускать. И в целом видно, что для Китая экономическая значимость России как партнера, ну такая, в пределах статистической погрешности, как говорят. Собственно, доля торговли с Россией, это где-то примерно 4% во всем китайском внешнеторговом обороте. Россия, конечно, для Китая гораздо более важны западные рынки. Собственно, туда поставляется основная его продукция, оттуда приходят инвестиции, и Россия заменить это все не может. Поэтому мы видим вот такие истории, что крупные китайские банки просто отказываются работать с Россией, проводить платежи для российских компаний, и отказываются работать с подсанкционными российскими банками. Почему? Потому что для Китая очень важно быть интегрированным в международные финансовые рынки и поставлять товары на рынки западных стран. Конечно, торговля с Западом для Китая это абсолютный приоритет. И поэтому западным странам есть чем надавить в плане вот угрозы применения вторичных санкций для китайских компаний и банков. Поэтому мы видим, что вот эти проблемы очень сильно осложняются. И таким образом вот Путин рассчитывал, что он сформирует какой-то такой защищенный коридор торговли с Китаем, где все будет оплачиваться в рублях и юанях, и Запад никак не сможет на это повлиять. А оказывается, что для Китая экономические отношения с Западом настолько важнее, просто на порядке важнее связей с Россией, что он говорит, знаете, вот братья братьями, партнеры партнерами, но работать с вами мы не будем, проводить платежи мы не будем, потому что мы опасаемся западных санкций. И будем только продавать вам свои готовые товары втридорого и покупать ваше сырье со скидкой. Следующий момент – это попадание нашей финансовой системы в полную зависимость от Китая. То есть Китай никакой зависимостью не связан, ведет себя самостоятельно и даже вот фактически санкции против российских компаний и банков применяет, но Россия в финансовом отношении полностью легла под Китай. В нашем так называемом фонде национального благосостояния, это вот та самая денежная кубышка, которая осталась у правительства для того, чтобы финансировать бюджетный дефицит и необходимые им расходы. Осталось только 5 триллионов рублей так называемых ликвидных активов. Это вот реально деньги, которые можно потратить сегодня, потому что остальная часть фонда национального благосостояния куда-то вложена в какие-то акции, облигации, эти деньги еще надо вернуть. А вот то, что касается живых остатков, осталось только 5 триллионов рублей. Это примерно вдвое меньше, чем было на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. И 60% в этой цифре оставшихся ликвидных ресурсов занимают юани. Остальное это золото. Золото, кстати, это товар такой, тоже не очень ликвидный, который трудно быстро в больших объемах продать. То есть справедливо сказать о том, что фактически все сейчас финансовые активы России, которые держатся вот в живых деньгах, в реальной валюте, 100% из них размещены в юанях. Я думаю, вы понимаете, что это очень-очень серьезный риск, потому что китайский юань в последнее время дешевел, и Китай заинтересован для того, чтобы подстегнуть свою экономику и своих экспортеров дальше юань девальвировать. Вот экономисты о такой перспективе очень серьезно говорят. Это все означает, что Россия полностью вложила свои резервы в валюту, у которой серьезные проблемы, которая будет дешеветь из-за слабой, замедляющейся экономики, и где само китайское правительство заинтересовано в дальнейшей девальвации юаня. Вот такие вот молодцы. Избавились от доллара и евро и фактически положили страну в полную финансовую зависимость от денежных властей Китая. Ну, в буквальном смысле слова стали таким финансовым протекторатом Китайской Народной Республики. Ну и вот последние новости о том, о чем мы здесь вам подробно рассказывали. У нас было специальное видео в конце прошлого года. Конец китайского экономического чуда – это резкое замедление темпов роста китайской экономики. И здесь ситуация стратегически никак не улучшается, хотя у Китая были неплохие цифры в январе-феврале этого года. На 7% выросло промышленное производство, и в промышленности наблюдается некий оптимизм. То есть, есть вероятность, в общем, какого-то относительного оживления. Но это не должно никого особо радовать, потому что все равно темпы экономического роста Китая в ближайшее время будут очень-очень низкими по историческим меркам. Вот они проводили недавно так называемое Всекитайское Народное Собрание. Это такой представительный хурал, чтобы легитимировать диктаторскую роль Си Цзиньпина еще на много-много лет вперед, где все, значит, в едином порыве поднимают ручки за. Так вот, они констатировали такую стратегическую цель 5% роста экономики. Ну, это крайне низко по историческим меркам, гораздо ниже, чем темпы роста, которые Китай видел в последние несколько десятилетий. И этого будет недостаточно для того, чтобы расшить огромные накопившиеся кризисные явления. То есть, пузырь на рынке китайской недвижимости просто огромный. Вот, например, график, как продолжают падать китайские цены на недвижимость. При этом в Китае скопилось примерно 70 миллионов нераспроданных квартир и домов, при том, что среднегодовые темпы продаж меньше 10 миллионов в год. То есть, вот этот огромный навес из-за нераспроданной недвижимости, не видно никакой перспективы, чтобы он куда-то ушел, а это потраченные вложенные деньги. Недвижимость не покупается, девелоперы продолжат банкротиться. Это все отложится негативно на балансах банков, которые их кредитовали. Ну, в принципе, как выглядят разрушительные кризисы и пузыри на рынке недвижимости, я думаю, что мы в мире в последнее время видели. Другая история – это дикий размер долга. То есть, собственно, долг центрального правительства в Китае относительно небольшой, но долги провинций и частного сектора очень большие. Вот просто, например, график из Financial Times, недавний мартовский, который показывает, что некоторые китайские провинции, которые набрали чрезмерных долгов, вынуждены тратить 200% от собственного дохода на обслуживание долга. То есть, вот еще одна огромная пирамида, которая тоже идет к тому, чтобы лопнуть. Все это будет очень сильно сдерживать темпы экономического развития, потому что Китай мог бы, вот как многие страны Запада делали в последние годы, потратить огромное количество денег на то, чтобы влить их в экономику и, как говорят аналитики, применить экономическую базуку. Но Китай этого не делает. Обратите внимание, вот все последнее время постоянно идут новости о серьезных трудностях в экономике, замедлении, спаде и так далее. Но Китай, как мы видим, триллионы никуда вливать не хочет. Почему? Потому что он боится увеличить и без того уже огромную вот эту долговую нагрузку. Сегодня относительно низкий долг у центрального правительства Китая это фактически единственный такой небольшой противовес против огромного накопленного долга у региональных и местных властей и у частного сектора. Мы уже здесь говорили о том, что общий долг, совокупный долг Китая не только властей, но и местных и региональных органов власти и частного сектора приближается к 300% ВВП. Это гораздо выше, чем в тех же Соединенных Штатах. И таким образом, вот этого инструмента с возможностью влить колоссальные деньги в поддержку экономики у Си Цзиньпина фактически нет. Поэтому ему остается надеяться на какое-то там промышленное оживление, на какой-то там производственный оптимизм, но все это в пределах 5%. Этого совершенно недостаточно для того, чтобы расшить накопившиеся кризисы, долговые в сфере недвижимости и так далее. И этого, конечно, совершенно недостаточно для того, чтобы создать какую-то серьезную нишу для российских товаров. Наши товары в Китае никто не ждет. И никакая перспектива на фоне таких низких темпов роста у России для того, чтобы поставлять свои товары в Китай, не откроется. При таких экономических показателях Китая это просто исключено. Как у нас не было доступа на китайский рынок, так его и не останется. Ну, согласитесь, такие довольно печальные итоги это очень сильно отличается от той сбалансированной риторики, которую произносит Владимир Путин. Как мы вот с вами проверили сейчас на цифрах, врет Путин. Продаем в основном в Китае сырье со скидкой, покупаем готовые товары, платя Китаю огромную премию. Сильно подорожавшая логистика, отсутствие китайских инвестиций, отсутствие доступа российских товаров на китайский рынок, отсутствие перспективы для расширения продажи чего бы то ни было сделанного в России и в Китае, потому что в Китае серьезные экономические проблемы, экономика расти не будет. Полностью подсели на китайскую финансовую систему, все ликвидные резервы в юанях, при этом китайские банки открыто говорят, нам дороже США, из-за риска вторичных санкций работать с российскими компаниями не будем. Ну, фактически вытирают, а Путина ноги. Вот примерно вот такая, по версии Путина, сбалансированная картинка экономических отношений с Китаем. Это Владимир Милов, и я просто предлагаю всем из вас, вот у кого родственники, знакомые, пересмотрели телевизора и верят, что Китай каким-то образом нас спасет от коварного Запада, пересылайте это видео, показывайте им цифры и факты, мы здесь ссылаемся просто на открытые источники в российской официальной прессе, которые вам, конечно, вот так эту картину подсвечивать не будут, но тем не менее они проговариваются, и все это дело до вас доносят. Вот мы здесь просто решили, мы ничего сенсационного не делали, мы просто собрали вместе все цифры о российско-китайских отношениях из официальных российских источников. И картина получается довольно мрачная. Все это нам невыгодно. Китай Россию примитивно и очень жестко эксплуатирует. Зарабатывает на этом прибыль, мы из этого, в общем, не получаем ничего. Скоро у нас даже сальдо торговли с Китаем будет отрицательной. Китайский импорт растет настолько быстро, что вот мы просто не угоняемся за всем этим, и наш собственный экспорт со скидками вот этих всех платежей за импорт китайских товаров не компенсирует. Думайте сами, насколько это выгодно. Подписывайтесь на наш канал, мы здесь продолжим вот эту вот российско-китайскую сагу. Будем вам рассказывать реальную подоплеку российско-китайских отношений, которые гораздо больше напоминают отношения между Пекинской метрополией и колонией Московия, чем то, что вам рассказывает российская телевизионная пропаганда. Будем все это подсвечивать с цифрами и фактами. Поговорим о многих других важных и интересных сюжетах. Так что здесь точно будет интересно. Ждем вас на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин